Президентом Российской Федерации в апреле этого года проведено совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе. На нем было принято решение о строительстве новых нефти и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири и о включении газопроводов Сила Сибири и Сахалин, Хабаровск, Владивосток в единую систему газоснабжения. Масштабный инвестиционный проект получил название «Система магистральных газопроводов Восточной системы газоснабжения» и председатель управления ПАО «Газпром» Алексей Миллер уже дал поручение о начале работ по его реализации. Протяженность строительства перемычки между магистральными газопроводами Сила Сибири и Сахалин-Хабаровск, Владивосток составляет 800 километров. Трасса газопровода будет проходить по территории трех субъектов – Амурской и Еврейской автономной области и Хабаровский край. Реализация проекта повысит надежность газоснабжения потребителей Хабаровского края, создаст возможность привлечения региональных организаций для строительно-монтажных работ, поставки оборудований и материалов. В правительстве края состоялось рабочее совещание с техническим заказчиком ООО «Газпроминвест», в рамках которого доступны договоренности о взаимодействии и организации совместной работы, отметил заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Роман Мирошин. Он добавил, что основными задачами проекта является соединение единой системы газоснабжения России с трубопроводной системой Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также развитие газохимического кластера в данных регионах. Кроме того, реализация проекта позволит продолжить дальнейшую газификацию Восточной Сибири и Дальнего Востока, диверсифицировать точки сбыта газа и продуктов производства на экспорт. В настоящее время генеральным проектировщикам ООО «Газпромпроектирование» начаты работы по сбору исходных данных и проведению инженерных изысканий. Завершить работы планируется в 2029 году.